Начнем с презентации. Я представлюсь. Меня зовут Зинаида Медведева. Я возглавляю Национальный исследовательский центр здоровья и питания. Это некоммерческая организация. Создана Олегом Стефановичем, профессор МГУ, декан основательного медицинского факультета МГУ, имени Ломоносова, добавлю, почему-то многие спрашивают. Идея создания организации была достаточно проста. Это доносить научные данные, данные фундаментальной науки до населения. Очень быстро мы столкнулись с реальностью и выяснили, что это не такая простая задача, как нам казалось. Данные есть, донести их можно и не следует. Правила здорового питания настолько просты, что никто в это не верит, что это работает. Все хотят волшебную пилюлю, все хотят с чем-то бороться. Сегодня известно, что мы боремся, например, с глютеном по всему миру или с чем-то еще. То есть у нас СМИ тоже частично участвуют в этой гонке. Постоянно нужны новые заголовки, нужен читаемый материал, нужно что-то. И вот пять лет, пока мы работаем, мы пытаемся выступать таким противовесом и добавлять некой разумности в информацию о питании. Скажем, это непросто. Это непросто, потому что говорят, это скучно, давайте что-то новое. Мы говорим, к сожалению, рекомендации по питанию пока не изменились. Поэтому, да, мы находим разные методы. И для нас, как для организации, важно следить за такой температурой по больнице. Поэтому мы начали делать ежегодные исследования. Это одно из них. Мы исследуем, собственно, очень быстро стала понятна связь, что миновать магазины и продукты питания невозможно. Люди не приходят к врачу выяснять, что нужно есть. Они приходят в магазин и берут привычный для себя набор продуктов, как ела их семья, как научили их родители, не знаю, как готовит жена там, да, все понятно. Есть некие привычки. Мы пытаемся понять, какие изменения происходят в этих привычках, на что реагируют, какую информацию воспринимают, какую нет. Из-за этого вот это вот ежегодное исследование мы проведем с 2015 года, мы будем проводить сравнение год-году. Олег Степанович будет привносить такое. Мы решили сделать противовес мнению населения РФ, что мы получили по результатам исследований мнения науки. То есть как бы на те же вопросы ответил профессор МГУ, чтобы посмотреть, насколько идет разница мнений. Добро пожаловать всем, кто к нам присоединяется по прямой трансляции. Вы можете писать вопросы на нашей странице, как в Фейсбуке, так и в Ютьюбе. В конце мы обязательно прочитаем все, что успеем. Так, у нас уже коллеги, у нас до сих пор заставка. Можно презентацию? Презентация. Это исследование мы проводили в декабре 2019 года. 300 человек всего было опрошено, образование пополам. Мы старались придерживаться все-таки равных возрастных групп, чтобы это было как-то репрезентативно. Это было форма личного интервью с формализованным вопросом в нескольких регионах, в городах и в мелких населенных пунктах. Эта вся информация у вас будет, есть пост-релиз, чтобы было проще. Первый вопрос, который мы задаем всегда. Читаете ли вы маркировку? Давайте спросим у вас, просто интересно, вот покупая продукты в магазине, кто читает маркировку? Ура, у нас очень подготовленная аудитория. Екатерина уверена, что вы читаете. Да, читают. Читать стали больше. 85% получили результат в 2019 году. В 2018 году была такая же цифра. Мы сравниваем с 2015 годом, было 70%. То есть мы видим позитивную динамику, мы понимаем, что работаем не зря. Мы очень много работаем именно, что касается маркировки, ее изменения, проектов. Мы пока не победили, но очень хотим. На что же в первую очередь обращают внимание? Срок годности. То есть половина, да, почти 60% тех, кто читает маркировку, это первый вопрос. Это показатель безопасности. Дата изготовления тоже самое. Да, мы читаем много страшилок и статей, что вот срок годности его могут перепечатать. Нужно смотреть на дату изготовления, вычислять. Все это показатели безопасности. Мы боимся, что еда испорчена. В этом нет, мы еще не дошли до ЗОЖ-показателей и так таковых. Только на третьем месте состав. Обратим внимание, на него смотрят только 12% тех, кто читает. То есть вы понимаете, в процентном соотношении практически никто. Либо вот наша выборка, те, кто действительно образован в этом вопросе, кто следит за питанием. Дальше идут бренд, страна-изготовитель. Пищевая ценность, БЖУ, да, белки, жиры, углеводы, почти 2%. То есть мы можем очевидно сказать, что эта информация либо неинтересна, либо неинформативна. Об этом мы поговорим больше, чуть дальше и будем сравнивать с другими примерами. Дальше видим до ГОСТ, на который так многие производители уповают и говорят, что ГОСТ помогает продавать. Мы видим меньше одного процента, согласно нашим данным, обращают внимание на ГОСТ. Мы связываем это именно с вопросом фальсификата. Не доверяют тому, что ГОСТ не ГОСТ, неважно, могут написать все, что угодно. Все это вот сказки, да? Алексей Стефанович, как бы Вы ответили на эти вопросы? Я хотел бы добавить, как иллюстрация к предыдущему слайду, вот последние данные, которые опубликованы в серьезных и серьезных научных работах, в частности, журнал Lancet, международный медицинский журнал, который много занимается вопросами здорового питания. Значит, какова зависимость смертности от характера питания? Так вот, оказывается, на первом месте стоит испыток соли. То есть, испыток соли. И медики хорошо знают, что это один из факторов риска развития гипертонии, гипертонии, прежде всего, повышение чувствительности сосудов. И поэтому давление растет. И тогда сердце вынуждено качать кровь против высокого давления. Она быстрее как бы истощается. И поэтому это путь к сердечной недостаточности, к развитию инфаркта сердечной недостаточности. Значит, мало цельнозерновых продуктов. Их пока недостаточно и у нас. И, в общем, это связано с тем, что широкие массы населения не очень, так сказать, хорошо представляют разницу между обычным хлебом, булкой и, так сказать, цельнозерновой. Тем более, что цельнозерновая будет чуть подороже. И поэтому, так сказать, мало фруктов, мало орехов, семечек. Вы знаете, с семечками часто ассоциация таких фильмов, типа Тихого Дона, Аксиньи, лозгающие семечки. Вот как бы это вот такой несерьезный немножко подход. Хотя на самом деле это очень важный компонент питания с прекрасным набором жиров. Очень много насыщенных жиров. И те работы, которые были проведены, показывают, что добавление орехов в основу средиземноморской диеты действительно положительно сказывается на иммунитет, на здоровье, на пропилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому я бы вот так назвал бы главные эти факторы, на которые мы мало обращаем внимания. Мало омега-3, которые преимущественно самые полезные. Это в рыбе и в морепродуктах. Об этом мало кто знает, потому что в рекламе на этикетках, на маркировке мы часто видим льняное мантло, льняное семя. Много в растительных продуктах. Вот омега-3. Но надо сказать, что биохимики хорошо представляют, что омега-3 в растительных продуктах довольно короткие. Там они приблизительно на два атома углерода. Эти кислоты короче. И для того, чтобы они оказали свое позитивное действие, происходит процесс удлинения в организме, элангация. Это процесс довольно медленный и идет плохо. А в рыбе они исходно более длинные. Причем здесь есть выгода России определенная, потому что показано, есть работы по этому поводу, что чем севернее выловлена рыба, тем больше вот этих длинных, ненасыщенных жирных кислот омега-3. Поэтому рыбы северных морей, то, что у нас ловят на севере, на севере Сибири, Баренцево море, Белое море и так далее, они с точки зрения здорового питания более полезны. Вот так бы я прокомментировал. Поэтому внимания этому, естественно, выгодяется пока очень мало. Я думаю, что это общая недоработка и медицинского сообщества, и блогеров надо больше говорить об этих основах здорового питания, и с тем, чтобы публика смотрела, прежде всего, на состав продукта, на маркировки, и выбирала то, что они считают нужным. Это, в общем, самое главное для того, чтобы мы основу здорового питания обеспечили в каждой семье. Если мы пройдемся по тем же категориям, что у нас были на предыдущем слайде, то есть на первое место мы поставили состав, на что обращают внимание и особенность наличие транжиров. Тема, я уверена, если вы занимаетесь вопросом питания до дно, в общем, на слуху. Мы дальше расскажем, как это будет отмечено на этикетке, и в чем до сих пор в России есть проблемы с транжирами, почему это важно. Дальше сахар и соль. Согласно вот тем данным научным, которые есть, то есть мы все боимся каких-то условных пищевых химикатов. То есть понятно, что мы пытаемся решить вопрос безопасности, то, что за нас должно быть решено регулирующим органом и производителем. То есть это стяжка двух этих. Должна решать вопрос безопасности за нас. Вы должны быть уверены, что то, что лежит на полке, безопасно. Оно отвечает всем регламентам, и оно безопасно. И дальше мы решаем вопрос именно ЗОЖ-потребление. Мы смотрим на состав, на пищевую ценность, ну, энергетическая ценность, да, для кого это важно, калорийность. Я бы еще добавил, что практически, вот останавливаясь на этом слайде, я думаю, что главная задача, скажем, таких организаций типа нашего центра или там центра профилактической медицины, те, которые занимаются профилактикой, это дать некие основные знания населению с тем, чтобы появился иммунитет против бесконечных страшилок, которые идут в средствах массовой информации. Потому что сегодня открываешь газету, ученые, британские ученые, показали, что помидоры – это страшный яд. Потом это будут финики, потом это будут орехи, потом это будет еще что-то. Значит, до тех пор, пока люди не поймут, что можно верить только в то, что реально имеет некую научную основу, потому что первый вопрос, который человек любой должен задавать – покажите мне, где это опубликовано. Если это опубликовано в научно-медицинском журнале, особенно еще престижном, с хорошим индексом цитирования, так называемым импакт-фактором, окей, в этом верить можно значительно больше. А если это непонятный человек, там, неважно, из Москвы, из Санкт-Петербурга или из глухой деревни, начинает учить всех здоровому питанию, то вроде на это не надо обращать внимание, не надо тратить свои силы на это. То есть вот здесь дифференцировка информации очень важна в этой области. Далее. По итогам 2019 года тренд, большинство покупателей обращают внимание прежде всего на цену. Более 30% эта цифра растет в сравнении с 2018 годом. И, в общем, это понятно. Да, экономическая ситуация, понятно, что мы выбираем продукты по цене. Плохо это или хорошо. Однозначно сказать, да, сказать, что да, это ужасно, мы не можем. Все понятно, мы живем в реальном мире. Здесь еще мы общаемся с розничными сетями, работаем с ними по проекту ЗОЖ. Они сами загнали себя в достаточно сложную ситуацию бесконечно скидочных продуктов. Гонка за скидками, бесконечными акциями ставит ритейл в достаточно сложную сейчас ситуацию, потому что они начинают предъявлять требования производителям. Они говорят, сделайте что угодно, этот товар должен стоить 30 рублей. Мы получаем падение, либо, да, вопрос качества. Начинается игра с составом. Как это сделать за 30 рублей? Дальше идет, на втором месте, обратите внимание, это впервые за прошлый год, качество вышло на второе место. То есть первая цена. То есть мы выбираем ту категорию, которую мы можем себе позволить, а дальше в ней мы выбираем наиболее качественный товар. То есть покупатель понимает, что да, я могу себе позволить такой ценовой уровень, но я хочу выбрать максимальное качество. У нас, как у специалиста, вопрос, по каким критериям он будет выбирать это качество, если он не читает состав. Что это будет? Это, скорее всего, будет маркетинговое заявление на лицевой стороне упаковки, где написано «молоко без глютена». Да, это прекрасно. Абсолютно ничего не значит. Но вот опять же, да, мы говорим о том, что имеет значение образование покупателя. Не надо быть дураками. Не ведитесь. Нужно знать, что важно в каждой категории на что смотреть. И здесь тоже частично наша работа, да, создавать материалы, образовывать СМИ, образовывать через вас, образовывать население. Давайте не будем дураками, не будем вестись на маркетинг, а все-таки будем знать, что важно, а что нет. На что обращать внимание в составе? В этом году, в девятнадцатом году, пальмовое масло вышло на первое место, но данные по нему намного ниже. 20% опрошенных сказали, что да, обращают внимание. Я хочу обратить особое внимание, что особенно женщины, 30% женщин, нам кажется, потому что они больше смотрят телевизор. Телевизионный, да, телевизор пестрит программами о вреде пальмового масла, о том, как все обстоит ужасно, что оно забивает сосуды, появляются откуда-то медицинские эксперты, которые говорят это вслух и не стесняются, да. Фундаментальная наука не может подтвердить вреда пальмового масла. Нет таких данных. Говорят, да, такое же, как и другие насыщенные жиры. Пожалуйста, сравнивайте с говяжьим жиром, с говядиной, с чем угодно, да. Ставьте в один ряд и сравнивайте. Тем же сливочным маслом. Об этом поговорим чуть дальше. Консерванты-красители Е, они были лидером опасений населения в прошлом году. В этом году намного меньше. Сахар. Мы рады, что сахар все-таки вызывает обеспокоенность. Это значит, что состав обращает внимание. Это важно. Все последние научные данные, Олег Стефанча об этом будет говорить, говорят о том, что сахар это как раз то, что следует искать в составе. И что следует, потому что, к сожалению, сахар сейчас содержится не только в сладких булочках, пирожных, он содержится практически во всех продуктах. Он содержится в колбасе, в соусе, в молочных продуктах, там, где у него раньше не было. Продукт ежедневного потребления в хлебе, да, сейчас хлеб у нас там есть, и соль, и сахар. Дальше идут жир, транжиры, соль. Только 3,3% всех опрошенных беспокоятся о содержании соли в составе. Это катастрофа, учитывая наши данные по сердечно-сосудистым заболеваниям и проблемам с давлением. Вот откуда они идут. Пожалуйста, 3,3% населения только обращают внимание на соль в составе. Очевидно, что у нас будет сердечно-сосудистые заболевания. За этим стоит большая наука. Это доказано. Я хотел бы прокомментировать, потому что у меня, как вот человека, всю жизнь работающего в медицине, начиная с 70-го года, когда я закончил медицинский институт в Ленинграде, в Южно-Санкт-Петербурге, меня всегда немножко, ну вот, как бы это сказать, не возбуждает, это вот вызывает негативные эмоции, когда явная неправда начинает пропагандироваться вот так крупно, там, со всех экранов, первый канал, второй канал, и так далее. Вот что-то во мне внутри, как бы, возникает чувство негодования, потому что, ну, это неправда. Понимаете? Ну, кто чувствует здесь неправда, значит, какие данные можно привести? Ну, вот это злополучное фармовое масло, да, одно из растительных масел, твердо, замечательно. Значит, мы, в том числе, проводили свои исследования в Московском университете, и вы все знаете, что твердых, насыщенных жиров в молочном жире, в сливочном масле, 70%. И это стараются ограничивать, потому что, как бы, никто не говорит, что это плохо, я вообще бы отказался от термина вредные компоненты вредного питания. Нет вредного питания, понимаете? Есть понятие, сколько вы должны, сколько вы можете позволить себе такого одного или другого года питания. Так вот, в молочном жире 70%, а мы в своем рационе желательно должны иметь не более 10% вот этих насыщенных жиров, а в пальмовом масле 50%. То есть, вот вы сравниваете даже эти две величины, и в пальмовом масло вроде выходит ничего страшного нет. Значит, в будущем недавно в командировке в Германии, в Мюнхене, я вот просто от моей фотографии, рядом с центральной площадью Мюнхена есть магазин для здорового питания. Вот мы смотрим маргарин, причем у нас часто под маргарином понимают что-то плохое, это традиционно было связано с тем, что очень много маргарина готовилась на гидрогенизированных жирах, то есть, там было много трансжиров. Сейчас это все в прошлом, и у нас законы приняты, и в Европе, и во всем мире принято по ограничению трансжиров. Значит, вот один из примеров. Мы видим, что это используется для намазывания на хлеб, на бутерброды, готовить бутерброды и так далее. ну, и я естественно тут же посмотрел на состав. И что мы видим? Мы видим, что там есть оливковое масло, есть рапсовое масло, и вот вторая строчка, есть пальмовое масло, и пальмоядровое масло. Поэтому вот эти все страшилки, которые мы слышим в средствах массовой информации, негативного свойства, они никак не связаны с реальной жизнью. Каждый из вас, кто может отдыхать в Европе, зайдите в обычный магазин и посмотрите упаковки. Вы увидите, что в составе практически всех жиров, всех маргаринов, всех спредов есть в том или другом количестве пальмовое масло. Почему? Потому что оно твердое, надо заменить. Если вы хотите, чтобы это можно было намазывать, значит, там должен быть твердый компонент. А у нас сейчас два варианта. Если бы это трансжиры, либо это тропические масла, кокосовое масло, пальмовое масло, там, где, в общем, достаточно есть насыщенных жиров. Значит, можно следующее показать. Ну вот, вот еще, вот еще вариант. Здесь вообще пальмовое масло главным идет, и это то, что используется уже и для жарки, и для приготовления. Это все из этого уже вот магазина немецкого, здорового питания. Следующий, еще один. Ну вот, вы видите, прямо на этикетке видно, что оно используется, это спред с растительными маслами. И причем, это тот вариант, когда есть и молочные продукты, здесь используется молочная сыворотка. Если мы видим справа йогурт, там, полтора процента йогурта, молочная сыворотка и так далее. И главные компоненты это падмовое масло, и падмоядровое масло, и кокосовое масло. поэтому все как бы люди в таком более, может быть, образованном мире, к сожалению, могу так сказать, используют это. И когда у нас говорят, что там везде все запрещено и так далее, если вы посмотрите и разберетесь в этих элементах протестов, которые иногда показывают по нашему телевидению, так это выступают зеленые, это выступают люди беспокойной экологией, и они говорят, что вот под падму вырубают тропические леса, становится меньше кислорода, оранго-танго негде жить. Ну, с одной стороны, я их понимаю, это, в общем, может быть правильно, с одной стороны, а с другой стороны, это немножко элемент двойной игры и нечестной игры. Мы-то вырубили у себя все, и у нас достаточно сихотястных площадей. Понимаете? Ну, давайте тогда засеем лесами все поля под подсолнечником. У нас не будет подсолнечника, будут леса, будем производить больше кислорода. Мы же этого не делаем, а вот этим странам, значит, они позже начали, они менее развиты и так далее, так сказать, передовой мир начинает немножко третировать вот этими экологическими требованиями, что на мой взгляд не совсем честно. Но там нет требований по медицинской безопасности, потому что это компонент нормального растительного, так сказать, мира, это компонент растительного сырья, который используется широко. Так что вот наша позиция, мы не говорим, что это идеально, нет, нет ни одного масла идеального, если вы будете чересчур много используете оливкового масла, ничего хорошего не будет. Оно все равно 9 килокалорий на грамм. У вас будет избыток калорий и в общем ничего хорошего не будет. Но каждому нужно найти свое место, и вот это место есть, и я еще раз повторяю, нет вредных продуктов. Вот это абсолютно неправильно. А есть неправильно использование в неправильной пропорции, поэтому сейчас говорят уже не о диетах здоровых. Это тоже неправильно, потому что любая диета это ограничение. Мы говорим, вот это ешьте, а вот это все остальное не ешьте. Любое ограничение, оно плохо для вашего здоровья. Чем более многообразные продукты, мы потом можем поговорить об этом, тем здоровее ваш организм, тем здоровее ваш микробион, так сказать, вот совокупность микроорганизмов толстого кишечника, лучший иммунитет и так далее, и так далее. Вот небольшая вставка, которую я хотел по этому поводу сделать. Коллеги, напомню, что мы это говорим в связи с тем, что пальмовое масло в этом году было на первом месте среди страхов. То есть мы считаем, что, конечно, это связано с массированной негативной информацией, которая транслируется везде. Ну и в общем нам бы хотелось, чтобы, конечно, список у населения выглядел по-другому. Да, то есть сахар, соль, транжиры, вот что с точки зрения науки стоит смотреть и изучать в составных продуктах. То есть это в конечном итоге влияет на ключевые показатели здоровья, которые потом мониторятся. Давление, уровень сахара в крови, то, что ведет к так называемым неинфекционным хроническим заболеваниям. Да, сейчас мы покажем, мы сняли небольшой ролик в Европе, как раз спрашивали, мы не делали большого естественного исследования, у европейских потребителей мы задали им все эти же вопросы. Мы съездили во Францию и задали потребителям вопросы о том, как они выбирают продукты питания, какие ингредиенты их пугают и главное, что они выберут традиционные молочные продукты или растительные аналоги. Вот что они нам рассказали. На что вы обращаете внимание при выборе продуктов питания? Продукты должны быть полезными, ну и конечно цена. цена и состав продуктов. Я в первую очередь обращаю внимание на цены. Да, я тоже. И на состав, но это зависит от продуктов. Я не люблю переплачивать за бренд. Для меня на первом месте не марка, а качество продуктов. Каких ингредиентов в составе вы стараетесь избегать? Я обращаю внимание на сахар. Сахар и соль. Поговорим дальше. Мы задавали вопрос респондентам о скрытых факторах. Туда мы включили антибиотики, стероиды, гормоны, ГМО, пассификат, пестициды. Это все то, что безусловно влияет на здоровье. И большинство обеспокоено. То есть 80% естественно обеспокоено скрытыми факторами. Это то, что никак не отражается на маркировке. Узнать о том, содержит ли продукт это или нет, можно исключительно по результату лабораторных исследований. При этом нужно четко знать, что вы исследуете, потому что лабораторных анализов настолько много, что найти случайно что-то достаточно сложно. У вас метро, мы замечаем. Спасибо. Спасибо, коллеги. Ха-ха. Повторюсь, для тех, кто нас слушает, скрытые факторы мы исследовали. Наличие антибиотиков, стероидов, гормонов, ГМО. Понятно, что большинство населения это беспокоит. По тем данным, которые мы получили, антибиотики, стероиды 25%, фальсификат 24%, мы удивлены, что достаточно низкая цифра. Потому что та статистика по фальсификату, который дается, у нас есть три основные организации, которые мониторят качество и безопасность продукции. Это Роспотребнадзор. Результаты их исследований зачастую не публичны. Есть дальше Росконтроль, это частная организация, у них получаются достаточно большие цифры, 80% в определенной категории. И Роскачество, это государственная организация, которая тоже мониторит качество и безопасность продукта. У них где-то посередине между, мы говорим, по одним и тем же категориям они исследуют. Соответственно, многие, я знаю, следят за этими данными. Тут, как бы, поскольку мы сами очень редко проводим мониторинги, не можем ничего сказать по этому поводу. То есть нам кажется, что, конечно, правда, где-то посередине и понятно, что 80% в определенной категории классификата будет не может. Непонятно тогда, куда смотрит Роспотребнадзор. То есть, ну, как, как могла быть такая большая разгонка данных, нам не ясно. Посмотрим, что будет. Наличие пестицидов и химикатов, которые используют, чтобы ускорить рост овощей и фруктов. Глутамат натрия. Есть ли в составе консервантов сахар и соль? Как Вы относитесь к пальмовому маслу? Моё мнение основано на том, что я вижу в новостях по телевизору. Браконьеры вырубают лес и сажают пальмовые плантации. То есть, это экологическая проблема? Да, это проблема экологии. Я покупаю продукты с пальмовым маслом, потому что я их люблю. Например, покупаю нутеллу. КОНЕЦ